Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о своей бюджетной находке. Это тональный крем от Cherell или Cherell. Не уверена, как правильно называется. Вот это увлажняющий крем. Там в этой линейке еще были анти-эйдж и матирующий. Мне нужен был увлажняющий, и я взяла вот этот. Это очень бюджетное средство. Оно стоило 105 гривен, и это было по скидке. Без скидки, честно говоря, я не знаю, сколько оно стоит, но цены там варьировались практически каждый день. В линейке увлажняющие всего лишь было в магазине три оттенка. Это для темной, загорелой кожи, для средней такой оттеночек и для светлой кожи. Но хотя вот этот вот, который для светлой, я бы не сказала, потому что он и на моей светлой коже создает такой легкий эффект загара. Ну, в принципе, это неплохо, но если кто-то с фарфоровой белой кожей, ему, скорее всего, этот крем не подойдет. Давайте посмотрим, что предлагает нам производитель. Легкий флюид нового поколения, надаёт натуральный та рівный тон обличчю, приховывая все недосконалости шкіри. Витамин А та Е мают антиоксидантную дию, экстракт в ламінарі знімає втому, вирівнює колор обличчя, стимулює відновление клітин. Високий відсоток волохи освіжає обличчя та дає відчуття комфорту. С квалампом якшую, а кераміди відновлює шкіру. Состав теж у нього дуже короткий, в принципі, нічого такого там плохого нету, на перший взгляд. Минуси – це що він має достаточно плотну текстуру, густую, я б сказала, которую сложновато наносить. Его лучше, конечно, удобнее и комфортнее наносить на увлажняющий крем, хотя он тоже увлажняющий. Но просто по самому распределению его по коже так будет лучше. Ещё один минус – то, что он даёт такое лёгкое покрытие, мало скрывает недостатки. Теперь о плюсах. Этот тональный крем очень хорошо выравнивает тон кожи, практически он на ней незаметен. Макияж выглядит таким полноценным, очень классно смотрится. При прикосновении к коже она такая, практически, я бы сказала, как в естественном виде, такая вот сухая. Нету такого, как липкого чего-то неприятного. Ощущается на коже абсолютно комфортно. Кстати, сам тональный крем не имеет запаха. Вот. Сейчас я его буду наносить, чтобы был наглядный пример. Я уже нанесла увлажняющий крем. Вот такой, в принципе, можно совершенно любой. Видите, у него такая текстура, очень густая, жирная. Буду распределять его спонжем. Потому что руками, из-за того, что он такой вот густой, абсолютно неудобно распределять спонжем. Удобнее всего. Кстати, на упаковке написано, что это производство Италии. Но, в принципе, за такую цену я понимала, что вряд ли это будет Италия или что-то в подобном плане. Вот. Спросила у консультанта. Девочка сказала, что это, ну, Украина. Непонятно, почему там написали так. Ну, еще продавец сказала, что сырье, по-моему, я не уверена, и сама формула итальянские, а вот, производят уже в Украине. Ну, честно говоря, не совсем понятно, почему так мало оттенка. Если его настоять, он, конечно, дает более плотное покрытие. И все равно, как по мне, он незаметен на коже. Это достаточно такой весомый плюс. И действительно, при его использовании шелушение намного меньше. Он действительно увлажняет кожу. Вот, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok